Так. Значит, сегодня у нас в программе начнем мой кашель и в дополнение к нему начнем это рассказать. Значит, я решил рассказать. Так как мы с Вами взяли теорему, я сам хотел сказать про нее какое-то предложение. Значит, я решил рассказать на свою статью тринадцатого уровня математики Шимахрифта. По-моему, это самое простое предложение, оно, тем не менее, достаточно сложное. Значит, в чем наша трудность? Я напомню, что эти теоремы, надеяно, что люди с людьми с людьми следят в церкви, что эта часть достигается так. Значит, Вы ведете какую-то минимальную поверхность в сфере, может быть, это пересечение, а не вложение. Значит, это должно быть минимально. Значит, Вы берете индукцированную циклу, значит, если это сфера единичного радиуса, то тогда отображения, которые осуществляют это вложение, они будут собственными функциями, собственным числом 2. Почему 2? Потому, что это размерность L, это размерность L, потому, что это размерность L, потому, что это объявить на радиус в квадрате. Таким, что у нас есть значит, вот метрика, мы можем эссимизировать то самое собственное число, которое 2. А это собственное число, значит, оно будет иметь, да, какая-то число функции веих международных вариантов, у нас только у нас собственных чисел, так и у нас собственное число меньше, чем варианта. Значит, этот простой эффект на самом деле оказывается очень сложным. Почему? Потому, что, с одной стороны, мы не умеем описать все минимальные верности в сферах. Это первое препятствие. А во-вторых, значит, препятствие заключается в том, что если бы посчитать минусу веиха, просто несловно. Почему? В ситуации, когда мы не можем найти точно собственное число, оценить, сколько ехта, веихта, веихта, могут быть самыми явными способами. Как осенивать количество величин, которое вы не можете найти? Ну, как-то хитро, хитраторно. Это приводит к тому, что пока на практике эта диалемма работает в каких-то таких герских случаях, когда у вас есть и минимальная поверхность, и на ней в силу какого-то сечения герц, значит, легко, нелегко, нелегко, как-то можно посчитать эти самые акционеры. один такой случай, это называемые поры осути, о которых я сегодня уже сказал. Значит, они тоже, значит, метрические минимальные торы в f3, значит, они произведутся дробью, значит, о pq, где у вас эта самая взрослая pq, она двигается между одной стороной и половиной двух наоборот, значит, они минимальные погружены в f3, да, понимание в f3, значит, они, к сожалению, не задаются ни каким-то уравнением, ни какой-то явный фронтализации они могут сказать некой конструкции, значит, некой конструкции, значит, если вам надо знать эту конструкцию, это называет тюнисиана лоусом. Ну, возможно, лоусом, оно тоже можно называть доусом. Да, это сиан, он в латине написал вот так, вот и ныне сиан. Вот сейчас китайские звуки и они именно расходируются в латыни с помощью системы современной а китайцы написали с помощью другой системы расходуют сиан. Вот Джей, Чернин и так далее. Проблема в том, что в Китае, когда столицы приезжают в новое место, главным отношением становятся ногами. То есть строительство Гриндауна строительства строительства в наукинии, значит, Ильюфы считались в наукинистах диалекте, соответственно, писались в латинске буквы. То есть археология это теория. Это теория. Это теория. Что такое условия минимальности? Это то, что у вас вектор нормальной средней телевизны 0. Это мы обсуждали, да? Вектор нормальной средней телевизны выражается, на самом деле, как достаточно большое выражение, зависит от первых и вторых производных функций, которые существуют вложениях. То есть на самом деле это условие это какая-то сложная система дискредитальных выражений сейчас не производится. Вообще способ решения выражений сейчас не производится. На самом деле нет, кроме отдельных некоторых очень даже изысканных это как мехмарский кокс-уравнение сейчас не производится в течение года решает 43 уравнения второго порядка минимума. В минимуме в декциональных уравнениях есть общий метод это метод понижения порядка уравнения с помощью действий какой-то группы. То есть если вы примените эту теорию вообще к геометрическому уравнению просто какая-то чипула. А вот теория вся нарушена это теория о том как редуцировать геометричество. В соответствии я вам ее сейчас кратко изложу. Значит что происходит? Пусть вот есть л это какое-то геометричество. А на нем действует какая-то группа и эта группа она действует изометрией. То есть какая-то подгруппа группы изометрии. Значит мы будем брать не все изометрии а какую-то часть изометрии. вот значит а тогда у вас возникает процент паразит. Да. Ну процент паразит оно в общем-то не является многобратиям. там будут у вас какие-то особенности. Тем не менее там есть такая открытая часть которая является многобратиям. Значит как сказать чего тут нужно знать из теории действия груди. Значит у вас будет то что называется орбита общего положения. Это будет орбита максимальной разметности. Да. И у вас будут какие-то орбиты меньшей разметности. Важно то что у вас объединение всех орбит общего положения это будет какой-то открытый вот на габаре n. объединение объединение объединения 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 общего половинка. Тогда вот у вас это n звезды 14 это действительно главный на габаре есть м м на г на г а на г висит м я бы сказать здесь ю на г То есть точка проецирует у вас свою оранжицу. Вот здесь какая-то фибирь, вот эти самые оранжицы. Вот у вас здесь есть метрика, и нам хочется спустить эту метрику вот сюда. Как это делается? То есть у вас здесь есть какая-то точка, и есть два каких-то вектора, то есть там X или эта точка P. То есть эта точка P это какая-то орбита. Вот вы на этой орбите выберете любой порог. А дальше нам нужно показать нам подпространство, которое оксиданально на орбите. Тогда, значит, у вас между этим подпространством и крайне остальным подпространством P у вас есть билекция. Поэтому, значит, у вас здесь есть однозначное поднятие. Значит, если вот эта метрика, значит, я назову ее G', 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 G' значит, то, что у вас в группе G' действует без амитрии, это гарантирует, что округа на точке, значит, у вас ничего не зависит. То есть это проверка относится к без амитрии. Я не хочу помнить в абстрактности. Давайте я вам сразу уже буду рассказать предмет, которым там у нас написаны Тора Ацуки, Которая нас не связывает. Нас интересует статья. Значит, пример. Значит, я хочу в качестве M' рассматривать самую обычную трёхмерную сферу. Значит, у трёхмерной сферы элементрии очень много. Значит, это S1, огромная группа, она поворачивается. И она находится там и выглядит какую-нибудь такую маленькую подгруппу. Давайте я возьму просто в качестве G' S2. Да? Более того, вот у вас на самом деле S2 действует в кучу разных способов. Там есть в кучу действий схожих митриальных, а я возьму действие такое самое-самое тупое, что называется, да? То есть давайте у меня, значит, вот это живёт генетрии R4 с координатами R4 в силе ZG. С2 это у меня просто, значит, это логическая округлость. Допустим, я, значит, держу этот альфа. Это значит, у меня вот альфа в виде действий, но вот эти самые X, Y и ZT очень просто. Это будет просто вращение на угол альфа в плоскости X. Значит, я скажу, значит, что будет там, значит, что-то значит будет. Значит, косинус альфа X плюс синус альфа Y. Значит, минус синус альфа X плюс косинус альфа Y. В простейшей многообразии с простейшим действием. Значит, а как у вас здесь устроены орбиты? Ну, вот смотрите, у вас... Вот, хотя бы, хотя бы такая символическая, пусть есть двумерная сфера, на самом деле, да? Вот у вас орбиты будут общего положения этой окружности, и будут орбиты исключительно, которые будут у вас просто точек. Ну, сказать, то есть, если вы там возьмите полюс, да, значит, у вас там вертеться нечего. Вот, значит, мне тут для дальнейших вычислений понадобится ввести координаты. Давайте, значит, мы, значит, заметим, что вот у такой окружности разница, которая, значит, будет с квадрат плюс квадрат. Да? Тогда смотрите, у меня, на самом деле, вот эта самая орбита, она записывается, когда кубо синус альфа X и синус альфа X. То есть у меня орбита полностью определяет с этой самой О. И с другой стороны, значит, у меня куб квадрат плюс с квадрат плюс с квадрат равно один. Очень, да? А другая, эта штука у меня больше... Ну, ну, ну... За что мне нужно смотреть? Значит, у меня тогда M... У меня, значит, тогда вот эта самая S3 плюс 2, это, значит, будет всё-таки двумерная сфера. Вот это вот... Вот это вот... Я хотела бы выбрать верхнюю... Верхнюю полуссферу МС2 вместе с экватором. Угу. Экватор отвечает у меня... А вот эта самая S3 с звездочкой, значит, мне надо будет вытянуть эти самые одноточные орбиты. Значит, здесь я профакциализую, у меня есть одноточные орбиты строго верхнюю полуссферу, в самом деле, строго большую. Нет. МС2. Да-да-да, МС2. То есть у меня делать такое действие, пространство открытое не очень просто. Это просто верхнюю полуссферу. Двумер. Значит, а что мы с этим будем делать? А, да. Значит, я хочу ввести здесь координаты. А координаты я ввести так. Я ввести протосфилические координаты на S2. Значит, сфилические координаты на S2, а то есть у меня сфилические координаты на S3. Значит, а тогда, значит, я могу взять соответствующие координаты на S3. Я их просто размажу вот так вот с помощью действия группы. То есть, значит, когда начинаю сфилировать, у меня эти удобные варианты, потому что у меня фикс у меня будет просто тур. Не так вот, что там будет кур синус фи, значит, будет там осинус альфа синус фи, это у меня будет, значит, синус альфа, а синус фи, значит, а. А, значит, D и T у меня будет такой бит, потому что там у меня группа не действует. То есть эти координаты, они удобны тем, что в них действие группы оно записывается сразу. Значит, действие группы тогда вот так вот довольно просто, значит, у меня это просто сложение. А, значит, если я элементом группы бета плюс F2, да, хочу подействовать на альфа, значит, фи, тета, то есть это место, но он сложен просто как альфа, минус бета, значит, фи тет. То есть именно поэтому этих признаков удобнее, это действие, значит, там оно не строило вообще элементарно. А, значит, а, ну, значит, там материал частично потенциальным диаметром, да, значит, дана формиферизация бета плюс F2 на деменцию, не важно, это вот всем пассивом, но это вот безиметрика на F3 можно назвать на деменцию формиферизации, и, значит, это вот моя G6 в данном случае она строена так. Это сим квадрат фи dA квадрат плюс dF квадрат, ну, значит, плюс плюс квадрат фи dF квадрат. Значит, опять простой вычислили. А вы смотрите, из-за того, что метрка, значит, так хорошо устроена, значит, тогда вот метрик G, если это у нас на F3, значит, A на F2, значит, вот F3, а широкая будет сумма. Вот, вот, вот это выкиньте, у вас это будет самое второе место на F3. Ну, смотрите, ради чего мы вообще все это устрачиваем? Ну, смотрите, вот у меня есть вот это самое L, да, а вот, то есть у меня здесь есть поднагообразие. А вот это вот, у меня здесь есть вот эта самая трансформация. А вот представьте, что у меня это поднагообразие, оно устроено очень хорошо с точки зрения действия группы, а именно оно у меня инвариантно относительно действия группы. Точка из N под действием группы переходит у меня опять-таки в точку Z. Это просто обозначает, что у меня N состоит целиком из-за орбиты. У вас N расслаивается на орбиты, и N у вас тоже расслаивается на орбиты, значит, у вас. То есть, есть действия группы и на N тоже. Тогда у вас здесь тоже есть пространство организма, которое здесь как-то тавнует, погружается куда-то там. Ну, я тут тоже может тавну, чтобы уделиться в братском контексте, где-то там написать, ну, наточки к человеку, но, на самом деле, если у вас группы жильцы там гибридические, то есть, в гибридическом мире, то вы можете безвездочить. Ну, нам сейчас, ну, а вопрос следующий. Вот смотрите, вот у вас действия группы, оно у вас понижает размерность. Да? У вас эти объекты здесь проще, чем объекты здесь. У них меньше размер. Поэтому возникает вопрос. Вот. Как у вас можно минимальность N связать с минимальностью N на G в N на G? Значит, смотрите. Этот вопрос, безусловно, не может решаться в духе, что это минимально тогда и кто-то тогда, а когда что-то минимально здесь. Почему? Потому что вы теряете информацию об орбитах, а понимаете, орбиты у вас могут быть разные. Почему? Понимаете? Вот даже здесь. Понимаете? У вас катапологически все орбиты общего положения, они, конечно, одинаковые. Но со свидетелями римановой геометрии, они разные. Понимаете? Вот у этих характеристик у них разная разница. У них двинара. Поэтому, на самом деле, у вас ответ не может быть сформулирован чисто в треймерах инфицированной метрики здесь. Вам нужно, оказывается, подправить. А именно, давайте идем вот такую точку. Такую функцию. То есть, значит, V, это объем орбиты, висящий на соответствующей точке. То есть, у вас V от X, это просто объем орбиты. А дальше, например, какая-то такая штука. Это называется, а не каким-то словом, КОЗМРОСТЬ. То есть, сколько мы же видите. Коднородность n, на самом деле, это размерность n минус размерность вот этой самой орбиты общего положения. Чего такое, на самом деле, коднородность n? Это просто размерность вот этой вот штуки. Вы же вычитаете... Нет, 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 нет. Это разных размерностей. Вы когда идете отсюда вот сюда, вы вычитаете размерность орбиты. А тогда это значит, что у вас здесь. Вы из-за этого вычки разменили, а это размерность слоев. Вот, вы сами понимаете, что у вас есть. И вот это значит, что у вас есть. Вы смотрите, вот такой вот метрик. Давайте мы... Мы называем это число К. Вот такая метрика ЖК. Это вот, значит, функция... То есть, размерности... Функция объема орбиты в степени 2 поделить на А умножить на ЖК. Мы пытаемся... Вот эта самая теорема сяна-гоус, она... То есть, теорема сяна-гоус, она... Она говорит следующее. Смотрите следующее, что значит N минимально. Значит, вот прям... Значит, метрики вот ЖК... То есть, кувалентно там... То у вас кряна сяна ЖК... Минимально. Значит, вот эта самая метрика вот здесь, как по ЖК. Но вот не с метрикой ЖК, а с метрикой ЖК. Мы должны ее подкрутить. Вот эта самая... Народенность армии в степени в банах там. Значит, здесь... Теорема... Ну, это такой... Факт, значит... Там есть достаточно серьезное доказательство. Ну, вот, значит, это факт... Такую версию. Да? Почему... Эти... 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 Я хочу... Строить... В... В... С-3. Да? Смотрите... Группа... Значит, у меня вот... Эти... У меня... С-3. Так? Группа у меня... Одномерная. А? А... А... От ЖК что-нибудь зависит? Где? Где? А... Н... Просто... Ну, Н... Она должна быть инвариантна относительно действия ЖК. Да... А... Ж... Ж... Это группа изометрий какая-то. А... Смотрите, в очереди... Смотрите, у вас Н фиксировано. Н фиксировано. И ЖК фиксировано. И... И... Вы смотрите на многообразие. Вы хотите понять, под многообразие Н минимально или нет? Ну, да... Да... У вас фиксировано и Н и Ж. А... Есть и существует... А... Как... Как... Как это работает? Вот у нас... В нашем примере, да... У нас твердная сфера. И на ней действует... Действует окружность. Да? Теперь... Смотрите. Я хочу искать тоже данные. Что-то такое двумянное. Размерность Н у меня два. Размерность пространства по орбит... То есть... У вас орбит имеет размеренности один. Это у вас окружность просто. Это значит, что у вас, значит, размерность Н звездочкой, значит, О, Г, будет у вас один. Да? А что такое у вас одномерное минимальное под многообразие? Да это просто геодетически. То есть вы хотите просто искать геодетически. Геодетически искать не примерно проще, чем искать минимальное под многообразие. Потому что уравнение герметических – это обыкновенный дифференциальный уравнение, а у вас уравнение, понимаете, это уравнение счастливыми производными. Люди, которые знают дифференциальный уравнение, если им удается свести уравнение счастливыми производными производными, то у него сразу праздник. То есть это огромный праздник, это как там колумб, открывший Америку венчерат. Значит, смотрите, если я хочу, чтобы у меня сверху был ТО, смотрите, группа у меня окружность, это означает, что внизу я хочу получить окружность. То есть, 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 я хочу сказать, ну вот, 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 если у меня вот эта самая N, дежурочка на G, значит, это у меня, она, то есть, значит, не богатая N, дежурочка на G, на G, детечке на гид ROS. Только внимание относительно поправленное имеется в связи. Относительно g дозвучит 1. То тогда, давайте я эту проекцию обозначу p. То тогда у вас p в минус первое, вот эта вот самая n тюрбочка на g 2, гомерог на 40. И минимально в S3. Значит, что он будет выбирать? Мы будем брать наше пространство ажи, вот эту самую северную полусферу двумерной сферы, с некоторой страной энергетикой, и искать там западые генетические. То есть право обратно при поднятии отсюда вот сюда, вот когда мы будем только подниматься генетическое ажи давать сюда, да, нам минимальный тон в тюрбочной силе. Это тонность, ради чего мы устраиваем лист от карнавала Селима и Сиана Лукс. То, что получается в результате этой конструкции для вот этих групп и вот этого многомноговария, это есть тонность. Ага. То есть мы так берем генетическую, находим генетическую и ее... Мы-то не можем найти. Мы-то не можем против чего-то сказать. Это вы увидите все. Так. Значит, давайте мы сделаем все это самое дело. Значит, смотри. Кто у нас в данном случае будет... Сейчас, видите, нет. Кто у нас будет здесь В? Смотрите, у нас... Арбита — это просто арбитность радиуса У, как вы помните. Так ведь? Поэтому, значит, у нас В от арбиту ЗС это только 2,3. Вот. Это у нас наша функция объема орбиты. Если мы примем все эти координаты, которые мы начали пользоваться, то это значит, у нас будет просто там В, значит, от... Значит, там от... Ну, значит, там от... Что это? Ну, тут у нас координаты теперь... Щ-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу-щу... В общем, координаты, как это там, фи... Альфа, фи и так далее, значит, у нас В будет равняться просто 2Псинус фи. Да. Вот такой у нас с... То есть, смотрите, метрику я уже писал, это просто обычная метрика сферы сферических координаток dф квадрат плюс кое-сус квадрат фи dt А метрику надо подправлять на вот такую штуку Поэтому, значит, у нас такая метрика g1, а метрику, значит, просто вот такую метрику А откуда два накрад берет? Истянулась она лоусом Как берете ее доказать, вы увидите Сказать условное Ну и смотрите, вот у меня возникла задача Которая теперь, понятно, даже не в маску, не в шестнику, не в шестнику, не в шестнику С вот такой вот метрикой Значит, причем здесь надо, где-то, так, здесь Ну а вот параметры, это цвета, который бегает, значит, у нас от нуля до двух фи А вот этот параметр у нас фи У нас фи, значит, будет бегать от нуля, потом строго выше, до фи до финала Угу Значит, значит, я буду рисовать картинки, сейчас Я буду смотреть с серверного полюса, значит, у меня эта штука будет диском, да? На самом деле, вот такой вот диск Где у меня, значит, просто, если у меня, значит, вот сюда будет отсчитываться угол тета, а вот это расстояние будет у меня... То есть я буду смотреть на, значит, на ТЭС, значит, как на полярный координат, кстати Вот Значит, уравнение геонетических выписок для данной метрии, значит, это то, чего делают даже старокуршники Возьмем штуки, значит, в одинок мы его не путем Значит, смотрите, мне тут понадобится стандартное обозначение элементов метрики, там, E в G, да? Значит, F у нас здесь ноль, да? Дегональный метр, так? Как ziehter Unterstützung метр дальше у меня, вы будете там наьés с матрицей квадрат fee Значит, а G у меня G у меня, соответственно, про 4 пи квадрат, 7 квадрата magnitude квадрата фи Георгийский тогда будет вот такое. Это уравнение на самом деле абсолютно общее, когда у вас F0, а эти проценты не зависят от θ. Тогда у вас всегда уравнение для θ будет стоило вот так. Поэтому у вас показано, что G на θ, это какая-то константа цвета в первый интеграл. Система дефекционного права. И у вас тогда коммерческий порядок. У вас, в этом случае, цена G. Значит, этот интеграл, на самом деле, свидетельствует за то, что у вас метрика не зависит от θ. Этот интеграл просто просекает от симметрии относительно вращения. Да. А с другой стороны, у вас уравнение георгийский... Что? Сохранение. Сохранение. А второй интеграл у вас то, что длина георгийской скорости, она у вас сохраняется. Давайте мы будем считать, что у нас георгийская скорость 1. То есть мы будем считать, что георгийский георгийской скорости 1. Это не принципиально. Это кольцо. Значит, это условие просто в том, что G на фисточке в квадрате, значит, плюс G на θ в квадрате. Вот. Вот. А из этого тогда получается, что здесь с точки в квадрате вот такая штука. Вы смотрите, вот G на эту звездочку вроде. Вы же знаете, у вас получается такая штука. Вот. Значит, из этого у вас следует, что вот это самое G минус C квадрат у вас всегда выше ровно. Да. И вот это вот равно, ну, так далее, только тогда. А тогда у тебя фисточки у вас сложны. Угу. Ну вот. А на самом деле вот эта самая фисточка G, она нам условно так будет. Вот давайте мы говорим, что вот F на 2. А здесь вот F на 4. Чему она равна 0? Ну. А чему она равна F на 2? М? Тоже. А вот здесь? 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 Она делает вас A. Это наша функция G. Как функция F. Угу. Смотрите. И при этом живость всегда больше равно C квадрат. Это значит, что вы всегда болтаетесь вот между какими-то там, между какими-то двумя значениями. Я их тут называю A. А. Это вот какое-то там A, и она темпична 15 в минус A. Угу. Что это такое значит на самом деле? Это значит, что вот если рисовать нашу картинку георгическую георгическую, вот наша, значит, верхняя полусфера. А с другой, значит, есть, значит, две таких округленности. Значит, вот эта ровная округленность, значит, там, это одна из них, там, это округленность F равно A, значит, вот, да, F равно A, значит, F равно A, значит, F равно A, значит, F – A. И ваша георгическая, она, значит, уменьшится между ними. Так. Почему, смотрите, у вас здесь F с точки и 0. Просто у вас минимум и максимум. То есть у вас там, как-то там, вот, так вот, там, как-то, как-то плавает между ними. Угу. Причем, а давайте теперь мы посмотрим на вот эту штуку, да, смотрите, вот у вас от этого всегда только положительно. То есть вы, действительно, всегда, вот, по, то есть вы, по, ты, двигаетесь всегда вот так вот. А F – у вас, значит, там, она, как-то там ездит между максимум и минимум. Угу. 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 А давайте мы теперь делаем такую штуку. Давайте я, значит, всегда можно развернуть, да, давайте мы развернем так, чтобы у нас, сейчас, минимум или максимум, чтобы у нас минимум был, когда вот это у нас много. Угу. Да. То есть вот я, то есть два внуки, к вам, как-то туда. Значит, вот я собью очищу, да, вот, из этой точки. Да. Значит, и, смотрите, у меня же все, вооря, относительно, что идет на ЦЭП, так, то есть у меня вот относительно в видеоролику. У меня идет отсюда до какого-то максимума, а потом до какого-то минимума, да. Вот смотрите, вот я хочу найти вот этот вот угол между двумя последующими минимумами. Угу. Значит, а чего, соответственно, надо делать? Значит, во-первых, а, да, ну, смотрите, во-первых, надо отметить, что dc под dc это вот такая вот штука. Плюс, минус, косинус, фи на вот такую филинку. Плюс, когда вы идете на вот вот этой ветке, минус, когда на вот вот этой ветке. Да. Вот. А, тогда, на самом деле, вот этот сам вот угол, а, значит, сейчас, сейчас, сейчас я вспомню. Это у меня угол между двумя минимумами и угол между минимумами и максимумами. А, это, вот, вот, вот это угол между минимумом и максимумами, я назову обе дальше. А, ну, мы сейчас доказываем, что данные теоретические, это окружности. А, нет, они будут не окружности. А, то есть мы, в принципе, их ищем. Да, да, мы пытаемся понять, как они устроены. Вот смотрите, вот это самое омега от А, или из этого уравнения, если можно, я вспомню, сразу же, понимаете, что это у вас будет интеграла А до Пи на 2 минус А от Ди Фи, превратить на вот такую вот фигню. Значит, тут у нас будет, значит, косинус Фи. Ну, считай, что будет, значит, синус квадрат Фи косинус квадрат Фи на синус квадрат А косинус квадрат А минус 1. Дальше нужно заниматься тем, что изучать, как вообще эта функция себя аналитически ведет, в зависимости от А. Значит, у нас есть такой анализ, на кинус квадрате, в зависимости от А. Сейчас можно понять следующее. Во-первых, она непрерывна на взрывании от нуля и до Пи на С. И она при этом там строго возрастает. Второе, значит, что у нее есть пределы. Когда А стремится в ноль с правой стороны, он будет равен Пин А. Да, 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 но смотри. У вас же вот это между А и Пин А, поэтому мы на самом деле смотрим на А между ноль и Пин 4. Значит, А третий, значит, коэффициальные ее значения можно вычислить в точке Пин 4. Это считается явно. Это будет коэффициент. А теперь смотрите. Вот у вас, значит, между максимум и минимумом у вас будет Омега А. Между двумя минимумами у вас будет 2 Омега А. Что значит, что у вас это геометрический газ? Значит, мы вот так вот ходили-ходили, ходили-ходили и пригуляли вот сюда. Это значит точно, что там крутые. Это эквивалентство к тому, что у вас 2 Омега, это 2 Пин у вас, это какое-то распознание число, что не находится. Дальше, двойку можно вычислить. И у вас получится условие того, что Омега А. Это значит все умножить на Пин на Пу. Смотрите, это уравнение, она абсолютно трансцендентное. Да, решить его явно вы никогда не не сможете. Но мы пока не могли понять, в каких пределах у вас Пин на Пу. Смотрите. Вот из вот этого, то есть она строго возрастает и бегает у вас между этим и детям, у вас получается, что Пин на Пу у вас держит между вот этими числами. То есть, смотрите, это вот полное описание Пин урофлокусов, на самом деле. То есть, вы для любого национального числа Пин на Пу, несократимого между одной и второй части кроме двух набора, вы получаете локус на 100. То есть, мы этот локус на 100 обозначаем по Пин на Пу. Я открыл, так сказать, есть одно исключение. Одно исключение, это когда у вас А на 1 км 4. Тогда у вас эти геоотрудности слипаются в одну, у вас это просто одна окружность, у вас там получается просто Тур Клиффорда. Он считает периоду, нам это неинтересно. И мне здесь понадобится очень важное утверждение. Путверждение следующее, что по синус Тета и синус Тета, значит, имеют на вот этом самом ОП на Ку ровно 2П мурики. Почему? Потому что вот эта штука, она у вас, водитель, мечется в той раз, в ключе, чем замкнуться. Каждый раз, когда она обходит, у вас синус и космус получают 2 нуля. Ну, так видите, что на интервале от нуля и до 2П, значит, космус и синус имеет 2 нуля. Да, если вы работаете П раз от нуля и до 2П, ну, значит, у вас будет 2П нуля. П раз от нуля и до 2П. П раз от нуля и до 2П. Просто скажу так. Так, значит, теперь это мы нашли. И теперь, смотрите, значит, вот мы нашли, ну как нашли, значит, в таком смысле, Тора, значит, они, ну как, ну вот, ну вот они отвечают над решением моего дисциплинициального уровня. С параметром А одному из тех, что. То есть явные параметриализации, они не задаются. Тем не менее, совершенно удивительно то, что для них можно прочитать это одно. То есть мы для тех пор от отсутствия, безусловно, мы не знаем, собственно, чисел. Мы даже явные параметриализации не знаем. Не знаем, что какие-то там решения дисциплинициального уровня, отвечающие вот этому с параметром А, Которое там, по-настоящему, там, между зрителями, а потом еще и поднять, значит, и на листы. Вот. Да, кстати, вот у меня есть, кстати, иллюстрация, это вот ОС 2 3. Вот у вас вот эта штука, да, вот у меня этот угол, это 2 3. Вот она вот у вас тут, значит, так вот мечется с... То есть она обходит дважды, делая 3 лепесточка. Поэтому это ОС 2 3. Вот, значит, вот. И дальше вы не вернетеся вот, размазываете действием, действием ОКУ. То есть это вот такой вот… Ну вот это вот… Вот это вот такое… Вот у нас эту штуку взяли, вот, да, вот тут вот, вот, сам пересекающий касси-сирончик вот видите вот, и на ОКУ. Здесь еще идет вот так вот, прямо. Ну вот — то как это выглядит. Вот. Вот. Значит, что надо делать. Надо написать оператору класса Беха. Значит, смотрите, вот у нас, я уже писал форму геометрики. Вообще представим, что мы создавали наши геометрики с натуральным параметром геометрики. То есть я поставлю метрику, которая была у меня, G' результат, это будет вот такое. Значит, на поле у меня координаты 4 и А, потому что на геометрической у меня параметр Т, а действия группа у меня параметр А. Вот, то есть у меня на этом санкторе А. То есть А у меня бегает, значит, от луя и до двух. А С у меня бегает на каком-то интервале и до длинной этой самой геометрической, давайте, назовем, там, тынуть как-то. Смотрите, геометрика, она совершенно такая явно неблагодаряющаяся. Почему? А потому что мы не знаем явно фи от степы, да, и тета от степы. Тем не менее, смотрите, в силу уравнения, которое я уже стер, смотрите, у нас вот этого, это, кстати, последовательский интеграл, который там, значит, будет у нас, значит, если я это уморю еще на 4π sin²φ, это будет тоже интеграл скорости. Поэтому вот это равно 1 на 4π² sin²φ. Ну, так вот, значит, давайте мы так, значит, вот, мы попробуем все, и напишем лопасты. Лопасты будет так, ну, что у нас там выйдет? Значит, минус 1 на sin²φ. Значит, на сторону производного d, 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 d. Смотрите, группа у нас действует на изобретение, поэтому у нас несколько не зависит от акций. От всего этого у вас, на самом деле, оператор лампу от гердокудейца коммунитирует сейчас производный флаг. Потому что он вас умирает за степы. Ну, это что значит? Это значит, что у вас есть общая база собственных лиц. У вас не всякая собственная функция будет иметь такой вид. Но вы можете выбрать базу собственных лиц. У вас не всякая собственная функция будет иметь такой вид. И вы можете выбрать базу собственных функций, которая будет иметь такой вид. Какая-то функция c умножить либо на cos , или на sin . Где-то у вас значит, там это, значит, 0, 1, 2 и так далее. Оно целое в силу того, что вы должны быть приоречные скидеры, там, 2π. А теперь что надо делать? Давайте мы напишем уравнение центральных задач для оператора лампу от гердокудейца. Если вы засунете в него вот эти уши, смотрите, здесь у вас вот косинус и синус будут в качестве множителя. А здесь они тоже будут в качестве множителя. Почему не? Потому что вы когда продифференцируете два раза по альфа в квадрате, ну, у вас там минус л в квадрате останется сам собой. И вот этот косинус л альф или синус л это справа села сократить. А у вас вот получится вот такой вот святительный бесцветательный уравнение. Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, у вас просто обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка на функцию h от t с периодическим гердическим условием. Это то, что называется периодическая задача, чтобы мы могли увидеть здесь. То есть то, что вы сделали, это называется периодический элемент. Да, то есть у нас здесь облагодаря относительно действия группы, поэтому мы уже с вами как-то здесь три элемента. То у вас здесь получается семейство. То есть у вас еще целый параметр эти. То есть получается вот что. Вот у вас для каждой какой-то задачи есть какие-то свои решения. Например, свои собственные числа лямбра it от a. Это параметр. А теперь давайте поймем. Вот если у нас есть лямбра 0 от a, ей отвечает только одна собственная функция h0 от a, т. Потому что синус от 0 альфа это 0, а косинус от 0 альфа это у вас единица. Да? А если у вас как-то положение лямбра it от b и больше, как 0 а6, то у вас будет две собственные функции. h, значит, это будет h it от t на косинус альфа и h it от t на синус альфа. Поэтому, смотрите, у вас каждое собственное число лямбра 0 от n дает одно собственное число операторам оплации бельтратной. Потому что им может быть только одна собственная функция. А вот такое собственное число и вот это, значит, что мы видим, будет давать вам два собственных числа равных за нему у оператора лаплации бельтратной. Правильно? 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 Поэтому, смотрите, вот то, что мы хотим делать, вот это у нас 2. А это больше. Нам нужно будет посчитать, сколько у нас собственных чистил лямбра 0 от n, меньших, чем 2, и добавить еще удвоенное количество собственных чистил лямбра от n, от n, меньших, чем 2. Угу. А теперь, смотрите. Значит, штурмальному вилле с периодическими условиями это такое золотое дно в теориях выносить специальных уравнений. Значит, вы все знаете одну приказку уравнения штурмальному вилле с это самое простое. И там фи двумя почками равно минус к фи. Так, минус к квадрат фи. Да. Значит, смотри, у такого уравнения у него какие будут решения? Синус и к х, там, косинус и к х. Вот у вас всегда F11-120 теорема штурма апостиляции, она здесь следующая. Что у вас, значит, для любого от n всегда собственные числа будут устроены таким образом. А, ну, смотри, я здесь глупостью говорю. Не-не-не. У вас же это просто номер, у вас n отвечает множество. Вот ямда итера от нуля, она, например, такую штурму. Эль же у вас отвечает там. А вот ямда итера от эль при эль больше 1, при эль больше 1, и тогда, словом, вот такие штурмы. Поэтому здесь мы насчитаем ямда итера от нуля меньше 2, а здесь ямда итера от эль, когда эль больше 1. Ямда итера от эль. Смотришь, вот у вас получается такая коммерция. Прекрасная, но ямда итера от эль. Смотришь, вот здесь у вас пишут эти самые эль равно 2, потом эль равно 1, потом эль равно 2 и так далее. А здесь мы пишем там ямда итера от эль, ямда итера от эль, ямда итера от эль, ямда итера от эль, ямда итера от эль и так далее. Столк говорит теорему штурма от эль. Это все равно может быть теорема. Во-первых, у вас всегда ямда 0, строго меньше, чем ямда 1. Он может быть равен ямда 2, но ямда 2 всегда строго меньше, чем ямда 3, который меньше равен, чем ямда 4 и так далее. У вас в собственных числах всегда живут такие вот парочки. А дальше теорема штурма, почему она теорема штурма об исцеляции? Она говорит следующее. Давайте мы рассмотрим нули соответствующих собственных функций. Вот у этой нулей нет. Это в простейшем случае, когда у вас уравнение фидными точками равно минус фи, это решение у вас там контанда. Контанда, решение нулей у него нет. Дальше решение у вас синус-косинус. Сколько нулей на периоде? 2. Вот у любой задачи штурма любви, у первой и второй собственной функции на периоде вам 2 нуля. Дальше синус 2х, косинус 2х. Сколько нулей на периоде? И так всегда. И так далее. Дальше 26. Это замечательно почему? Смотрите, вы можете не знать даже точную формулу для решения задачи штурма любви, но по количеству ее нулей вы можете понять ее номер. Вы еще не почувствовали этого, но вы еще почувствуете, да? А следующее утверждение касается уже конкретно этих задач. Это не очень сложно доказать. Если собственное число не кратное, то у вас идет сроки роста с ростом A. Смотрите. Смотрите, у вас ям голову никогда не кратное. Смотрите, у вас ям голову никогда не кратное. чем нам дороги. Поэтому вот по этому столу T вы всегда строго растете вниз. Прекрасно. Просто прекрасно. А эффект, посмотрите. Я сейчас снова напишу формулу, которую вы уже знаете. Это формула 2x, y, z и t. Только я ограничу их теперь на что? Смотрите. Ну, смотрите. Вот этот самый T, который я дал, давайте я возношу T с волной, потому что у нас теперь T это параметр на аэгонометической. Смотрите. Это у нас cos α sin θ. А дальше идет sin α sin θ. А дальше идет cos θ на cos θ. А дальше идет cos cos θ на sin θ. Что нам говорит Терема Токахаси? Терема Токахаси говорит нам, что координарная функция, осуществляющая вложения собственной функцией с собственным числом 2. То есть все, вот опять, это собственная функция Терема 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 Ясца равен 2. Угу. То есть, смотрите, они ровно такого всегда, который нам нужен. Смотрите, вот это функция, отвечающая L равно 1. То есть, смотрите, у меня есть какая-то там H, я не знаю еще ее номер, от 1 T. Потому что L равно 1. И она равна 7 F T. И ее собственное число 2. То есть, соответствующая диаметра T от единицы у меня двойка. А H я увижу здесь. Смотрите, здесь L равно 0. У меня здесь нет акса, это значит, что здесь стоит косинус 0 акса. Это значит, что я знаю две собственных функции с L равно 0. У меня есть какое-то H и T от 0 T равно косинус F T косинус F T. И какое-то там H и T от 0 T, ну какой-то или G T, которое у меня значит косинус F T на синус F T. И у них этот самый Лябда и он же там G от 0 равно G. Правильно, вы даже не представляете до такой степени. Давайте мы теперь посмотрим, сколько у них вообще нурей. Смотрите, F T. Смотрите, F у нас мечется между A, то есть F у нас там где? Оно мечется у нас между A и G-A. Синус в этом месте нулей не имеет. Это значит, что у нее нет нулей. Какая функция имеет у нас, не имеет нулей? Нулевая. Теометр суммы об осцилляции. Смотрите, я узнал чистое теометр суммы, что вот это у меня H0. Вот я знаю, что у него здесь стоит двойка. Прекрасно. А если смотрите, косинус F у меня тоже небольшая, это там 0. А про косинус T и синус θ мы знаем, что нулей у них два по штуке. Мы это обсуждали. Смотрите, у нее два по штуке. Знаете, они живут здесь. Парочки такой. Значит, у меня вот, значит, здесь у меня 0 парней, здесь у меня 2, здесь 4. Значит, здесь у меня будет 2 клеточки, в которых у меня 2 появились. Смотрите, вот у меня, значит, два нуля у лямбда два, четыре у лямбда четыре, а два п нулей у кого? Это будет лямбда два п, а здесь будет лямбда два п минус один. Посмотрите, вот в каждой паре у правого номер ровно такой же, сколько нулей. У второго два, у второго четыре, у шестого шесть и так далее, да? А теперь смотрите, как бы, вот это число кратности один, поэтому оно здесь строго растет. Вот у вас здесь все строго больше двух. В эту сторону вы тоже строго растете вот сюда, после лямбда 1, поэтому значит у вас вот здесь все строго больше двух. Здесь тоже у вас строго больше двух. А вот здесь у вас интересный театр, что здесь живет кто-то меньше двух. Вот здесь у вас стоят двойки, да, потому что собственно это число два. Знаете, вот у вас те, кто меньше двух, у вас живут здесь. А вот у вас влияет след, чему-то равно я может друг. Это равносот, насколько у вас здесь пустых клешечек. Вот здесь вот, да? Значит 0, 1, 2, значит, со сбигом, да? Если буду читать правильно, то будет не 0, а 1, не 1, а 2, и я дойду до 2b минус 1. Это и весь ответ. И этот ответ, значит, вот он, значит, нам сообщает главный результат этого текста. Это значит, не только, значит, вот это самое же штрих на то ли отсутствие, то есть o, p, q экстремальное для ядра с номером 2b минус 1. То есть, смотрите, мы не знаем явно про индекдацию этого текста. Он получится создать некий наслаждый. Тем не менее, значит, сила и сила и сила и сила, значит, и, блять, очень мощный, как вы видите, диагноз туман в осцилляции, вы можете точно посчитать это дело. Значит, этот результат, он интересен чем? Во-первых, если вы посмотрите на то, где вы будете двигать p на q, то вы увидите, что вы можете тогда построить дистрибальные метрики для ядра с либом номером, кроме ядра 2. Вот это не странно, то есть до этого времени мы не знали, что для всех же есть. Вот этот результат, он говорит, что есть какие-либо одна экстремальная метрика, кроме, может быть, ядра 2. Есть метрики экстремальные для второго собственного числа на туре, мы не знаем до сих пор. Этот вопрос интересен. Можно ли найти метрики для второго собственного числа на туре? Эти метрики, они не максимальны. Это, кстати, мой, кстати, один раз праздник еще, так сказать, доказал, что ни одна из метрики на туре отсутствует не является максимальной. Тем не менее, такие интересные примеры экстремальных метр, мы видим то, как это получается, сменить по себе красиво, поэтому я этот результат люблю. Ну, значит, вы, если верно вы видите, что применить теорему, то есть, надеюсь, или сосредоточиться на практике, не так просто. Но, тем не менее, можно. Ну, на этом, значит, на сегодня все. Значит, что было делать сегодня вчера? То есть, я поставил план, который у нас там был. Чего там, если я вдруг за чего-то задумал, я рассказал, я расскажу, чего задумал. Вот. А если не будет, что меня задумал, то я постараюсь рассказать какой-нибудь еще результат про максимальную метрику. Потому что мы, на самом деле, сами доказали только одну штуку про максимальную метрику. Мы сами-то доказали теорему Херша о том, что, значит, на сфере максимальной метрики для Этерио, собственно, стоит экономическая метрика. Вот. Ну, если я все уже, чего обещал, я уже рассказал, я расскажу еще по какому-нибудь максимальную метрику. Вот. Ну, а эти доказательства, они будут, ну, вот, как сегодня. То есть, как бы, я основную, конечно, вещи доказательства расскажу, но там, попутно, будет много какой-то техники, которые, ну, знаете, которые, чтобы рассказать здесь все, мне нужно написать, там, дирекцию про теорию, что мы не увидели, там, то есть теорию, что мы не увидели, и так далее. То есть, как бы, тут найти результат, а первоначально, как всего, мы до последней метрики не расскажем. И последний метр, явно будет последний. Почему? Потому что сегодня у нас шестое, а дальше будет тринадцатая, а двадцатая еще. Все, уже засчетная сессия, как бы, уже, уже ничего нет. Я тогда, допустим, в следующий раз дать экзамены письменные, как бы, ну, там, поишайте, зададите что-нибудь, отказку получите, да? А с девять, а как, может, как это, что мы не увидим, а это все? А, Миша, я же, делаю очень хитрый способ. Ну, а, во-первых, он среологически делал здесь этих геометических. Просто очень делал. У вас же, я же, как там, функционал, который там, ям-то два на площадь, он донесит один геометический. Да, ну, срадиционный человек, я бы, через, он выражает стальные геометические интеграции. Вот. И дальше он просто там показал, что есть среди лоусовых торов, по-моему, те, у которых они доведомо больше. А, то есть есть такое лоусовых торов? Да, есть другое семейство такое очень интересное, которое я очень люблю лоусы, новые торы. Это тоже минимальный тор в С3. Проблема с тем, что там работает та же самая музей, это другой мой текст, только там хуже. Это внутренний рост. Понимаете, у вас здесь переменные разделяются сразу. И вы наслаждаетесь счастьем. А там проблема в том, что у вас на самих торах волосов переменные не разделяются. Вам нужно сделать их двуристые накрытия. На двуристые накрытия вы делаете все эти тормические важности. Вам нужно научиться с тем, какие функции сверху, с накрытия вниз спускаются, а какие нет. То есть вам нужно там, в этой трописе, грубо говоря, с хитрым шахтовым порядком наклонённым, а вот шахтов в шахтовом порядке некоторым, выкидывать клетки. То есть, понимаете, у вас какие-то клетки отвечают функциям, которые вниз спускаются, а какие-то, которые не спускаются. И вам надо, например, там, грамотная выделенность, и это очень сильно зарплажает дело. Смотрите, тормоз, но они уже честно не тем, что они задаются очень простой явной паралитализацией. Вот это проще. Но посчитать для них более сложно. А там эти метры тоже экстремальные? Да, они экстремальные для некоторых собственных числов, но там номер, он не читает мусорная форма. Здесь это ещё прекрасно, что ответ очень простой. П на Пу, два П с минус один. А там, это двухпометрическое синийство, там, м, антрисус, там, наверное, с двенадцатым буковками м и н, но ответ там такой, что, ну, я сейчас напишу. Там экстремизируется реанда с номером вот таким вот. Два умножить на целую часть от корени n квадрат плюс k квадрат, 1 плюс 2 плюс m плюс k минус 1. И там проблема ещё от чего. У Тураковова снармаживает только здесь всё получилось очень просто. У вас вот здесь я плюс уныרים в двойку здесь, в двойку здесь и поехали. А там, собственно, числа, они идут в трёх колонках до какого-то места, и чтобы доказать, что у вас ниже ничего нет, и дальше ничего нет, и можно пользоваться теорией уравнения Ламе. Потому что там, на самом деле, вся физическая причинность того, как вы получите задачу в Турмале Уилле, это задача Турмале Уилле, на самом деле, это уравнение Ламе в гинометрической форме. А уравнение Ламе, оно причастно тем, что три его решения это, в аккурат, эллиптические функции геофобия. То есть там динус, там чинус и динус, да, значит. Вот. У вас вот эти вот три колонки, в которых теплица не будет отличаться в соответствии с тремоэллиптическими функциями геофобиями, понимаете, почему это? Поэтому это все очень длинное. Вам нужно сперва рассказать, как на накрытии разбираться, кто спускается вниз, а кто не спускается. А дальше вы спрашиваете, вы установите, что там вы что-то там выяснили, и вам нужно понимать, в каком месте отбывают эти три колонки, а лезвий нужно доходиться теорией, значит, уравнения Ламе. В общем, нужно за одну лицу, и тебе рассказать срочно. Но, смотри, я уверял, что здесь все задачи, которые сделаны, они сделаны очень содержательными методами. То есть, опять же, не так, что в этом серии, там, должно быть два... Это не задача семьи. Тут вам нужно обязательно чем-то портнуть. Вот в словах отцуки вам нужна наука про Сиана Лоусона, да, значит, и нужно подобрать так, чтобы это все там действовало. То есть, допустим, я с высшей конкурсом, я просил его посмотреть, чтобы эти действия окружности взять несколько более мудренными. И получилось, что ничего не получается. Один из трусов по уключению вот какой-то. У вас, если вы говорите более мудренное действие, у вас возникает очень интересное возникновение. У вас площадки автогональные на орбите действия окружности являются неинтегрированным распределением. Здравствуйте, Римов Родинился. Римов Родинился говорит нам что? То есть, если у вас это распределение автогональных площадок, у вас, значит, не инвалидивное, вы не можете ввести такую систему координат, в которой действие группы записывается просто. У вас просто нет такой системы координат, чтобы вы какие-то координаты в той действии группы, а здесь координаты автогональные. У нас есть и такое, и поэтому метрика записывается классная и различная переменная. А для более того, в кладбиции, вы не можете взять координаты такие, что у вас одна координата остальная автогональность, и все въедется. Надо придумать какую-то другую систему координат, в которой все там делится, но как вы посмотрите, это не ясно, потому что этот простой рецепт, основанный на автогональных площадках, не работает. Ну, как-то так. Это название «Будущее злюдая» этой новой церкви, читает эти статьи, и наслаждает, искушает свое прекрасное будущее. А вообще какие-то максимальные метки в уровне? Ну да, это сегодня известный, да? Список известных максимальных меток, я могу сказать, полностью. На сфере они известны для первого, второго, третьего, собственно, числа. На проективной плоскости для первого и второго, то есть вот для второго, это вот наш свежий текст, Синдерашвили, которым я очень горжусь. На то есть для первого, на бутылке клей, вроде бы для первого, но на самом деле там остаются но. Там остаются но. При этом вот, тут очень ровно медведевщик давится, он пытается заткнуть дыры существующих проблем, которые такие же. А дальше все. А вообще количество экстремальных меток для взрослого, собственно, числа, это оно конечное? Нет, почему бы. Почему бы ему быть конечным? Почему? Непонятно. 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 То есть мы не знаем никаких примеров, но, как бы, это самое главное. Поэтому, на самом деле, я полагаю, что можно доказать, потому что можно построить такой пример, где у вас, собственно, числа не будет ни одной экстремальной версии. Почему? Потому что у вас есть супремум, который может не достигаться, он будет достигаться на какой-то особой метке. Понимаете, это такое сфера, да? Вот у сферы второе собственное число максимум, да, понимаете, но вот такой вот символярный метр, где две сферы одинакового разницы касаются точки. Что это такое? Это значит, что вы берете просто такую сферу, такую, сферитяжкой, это гладкая метрика. А потом это прекрасно все. Понимаете, у вас есть последовательность и метрика, она расходится в этой вот сегмент. Понимаете, а максимальный метр – это тюнет. В гладком сегменте. Понимаете, то есть, то есть, то есть, вполне может быть так, что у вас… Понимаете, в этом, на самом деле, проблема с посылкой клиника. Мы, то есть, там известна экстремальная метрика, и значит, что она только одна. На самом деле, не доказано, что экстремум достигается на 20 метров. Вот, в чем там подводный такт. То есть, есть всего разных причин, которые написали в школе, кстати, «common business», вот, общее верование, что это так, но, здорово говоря, это, это, это не доказано. Очень хорошо. Ну, а, логически, это, вы думаете, что это, вы думаете, что они, они уже подалили в книжку?